2022 год объявлен главой республики Рашидом Тимрезовым годом людей с ограниченными возможностями здоровья. В государственной филармонии города Черкеска состоялось выступление Московского театра мимики и жестов. Подробности у Али Баташева. Бодрое приветствие московского коллектива настраивало зал на атмосферу праздника. Артисты эффектно и выразительно передавали свое настроение мимикой и жестами, а публика живо реагировала на каждый номер, будь то волнующая пантомима или музыкальная сценка. Московский театр мимики и жестов прибыл в Карачаево-Черкесию по приглашению Министерства труда и социального развития республики. Директор учреждения Роберт Фомин успешно совмещает руководство театром с актерской игрой на сцене. Песни, танцы, клоунада, пантомимы и сценки – вот что составляет программу театра мимики и жестов, который в этом году отмечает свой юбилей. Отмечаю 60-летие своего театра, поэтому мы решили сюда приехать, так как республика отмечает столетие. И мы решили своими талантами удивить ваш народ. Но я думаю, на долгие-долгие годы наша дружба продолжится. К сожалению, из-за ковидных ограничений не всегда удавалось нам уделить соответствующее внимание этой категории граждан. Ну и кроме того, мы знали, что это первый в мире и единственный в Российской Федерации вот такой знаковый театр, который отличается особым мастерством, профессионализмом. И хотелось, чтобы они нас поздравили, а наши коллеги имели возможность любоваться их мастерством. На протяжении нескольких часов артисты театра мимики и жестов не переставали удивлять зрителей жанровым разнообразием программы концертного выступления. Яркие музыкальные номера, танцы, сценки, где дружба побеждает вражду, а добро-зло заставляли зрителей плакать, смеяться и надеяться на лучшее.